Мобильное приложение WhatsApp по умолчанию включило для всех пользователей систему шифрования переписки под названием End to End. Теперь все звонки, сообщения, фотографии и видео, передающиеся с помощью сервиса, будут расшифрованы исключительно пользователям, которому они предназначены. Сообщается, что основатели мессенджера приняли такое решение после скандала между компанией Apple и спецслужбами США. В Роскосмосе заявили, что российская база на Луне может появиться к 2035 году. Режим посещения пока обсуждается. Возможно, он будет таким, как на МКС, когда экипажи сменяют друг друга. А может быть, один экипаж вернется с результатами, их изучит, а после этого полетит новый экипаж. Британка Шерон Кац стала самой старшей женщиной, родившей тройню. На момент родов ей было 55 лет. Женщина уже имеет четырех взрослых детей и троих внуков. Она заявила, что ничуть не спущена тем фактом, что ее новорожденные дети младше ее внуков. Наоборот, у деток будет больше друзей для игр. Известнейший британский драматург и классик мировой литературы Уильям Шекспир на самом деле был еврейкой. Такое предположение сделал ученый Джон Хадсон. Он считает, что Уильям Шекспир – это всего лишь псевдоним Амелии Бассана, еврейки по происхождению, которая родилась в 1569 году. Самым главным аргументов пользу этой версии ученые считают тот факт, что Шекспир за всю жизнь ни разу не был в Дании и Италии, хотя он достаточно точно описывает эти страны в своих произведениях. А вот Амелия провела в этих государствах часть своей жизни. Человеческие жертвоприношения сыграли важную роль в развитии цивилизации. По мнению новозеландских ученых, именно они создали классовую структуру общества. С помощью ритуальных убийств власти мущие терроризировали подданных и укрепляли свое государство. К таким выводам пришли авторы статьи в журнале Nature.